Встреча с прекрасными музыкантами, звездами мировой сцены. Дорогие телезрители, здравствуйте! Очередной выпуск программы «Рандеву». Мы продолжаем знакомить вас ближе с теми, кого вы привыкли видеть на сцене, кому аплодируете. О профессии, о личном. Сегодня готов рассказать народный артист России Игорь Юзин. Игорь Юзин – художественный руководитель и главный дирижер Новосибирской хоровой капеллы, народный артист России. С 1974 года руководил любительскими вокальными ансамблями, работал хормейстером в Новосибирском государственном академическом театре оперы и балета, возглавлял кафедру дирижирования Новосибирской государственной консерватории имени Глинки, председатель регионального отделения Всероссийского хорового общества. Работает в камерном хоре Новосибирской филармонии со дня его основания. Вначале был хормейстером коллектива, в 1986 году стал художественным руководителем и главным дирижером. В 2016 году камерный хор был преобразован в Новосибирскую хоровую капеллу. Обладатель многочисленных наград и премий, заслуженный деятель искусств России, лауреат филармонической премии «Золотой ключ», народный артист России, кавалер Ордена Святого Даниила Московского. За большой вклад в военно-патриотическое воспитание молодежи награжден медалями Жукова и Покрышкина. Игорь Викторович, здравствуйте. Добрый день. Мне очень приятно, что вы согласились стать гостем моей программы. Рада очередной встрече с вами. Вы знаете, накануне пересмотрела интервью прошлое, которое мы с вами записывали, аж в 2016 году, а кажется, как будто вчера. Спасибо за приглашение. Время летит быстро. Честно, время быстро летит. Это правда. А еще говорят, что те, кто занимается любимым делом, в календарь редко смотрят и за датами не следят. У вас как? Мудрецы, говорят. Так же. У вас так же, да? К концу дня только вспоминай, как у сегодня день, передвигая календарь. Сейчас за окном лето, хотя сибирское, такое переменчивое, но все-таки лето. Вы отдыхаете или работа продолжается? Я вот сейчас встречаюсь с вами, бегом с репетицией. Мы готовим уже августовскую программу. Такой концерт «Твои глаза зеленые». Это романсы самые разные. И городской романс 19 века, и заканчивая романсом Петрова, Акуджавы. То есть это уже 20-21 век. Ну и музыкальные фильмы, вспомните. Самые лучшие музыкальные фильмы, их очень много. Но из каждого мы нашли по одному-два фрагмента музыкальных, которые покажем в августе. Каким этот сезон вообще выдался для новосибирской хоровой капеллы? Итоги не подводим официально, потому что работа, как мы уже услышали, продолжается. Тем не менее, в целом, как можете охарактеризовать? В тех условиях, в которых мы все оказались, это совершенно невыполненные, так сказать, обязательства перед слушателем в 2020 году. Теперь надо наверстывать и отдавать. И только мы стали отдавать, как опять возникает вопрос, 50% выполнения зала. Я думаю, и мы из этой ситуации тоже выйдем достойно. И все программы, которые обещали публике, выдадим. Да и общаться надо чаще. Не важно, 50%. Я очень доволен, что 22 июня, День памяти и скорби, почти полный зал был в Доме Ленина. И, в общем, и вспоминали, и пели вместе с залом. Я думаю, будем продолжать. Потому что сезон был насыщен. Тем не менее, и с оркестром много сотрудничали, и своих программ, и для детей. Доктор и болит чего только один стоит. Неоднократно показывали детям и родителям. И все очень довольны. А это самое главное. Если приходит наш зритель, слушатель, и уходит довольным, да еще с криками «Браво!» «Бравись, зима!» и так далее. Иначе мы и работаем не зря. Теперь я знаю, ты на свете есть. И все, чего хочу я, тенью на твоем Продолжение следует... Продолжение следует... В этом году новосибирской хоровой капелле 40 лет. Камерный хор новосибирской филармонии, который впоследствии был преобразован в новосибирскую хоровую капеллу, был создан в 1981 году. Богатый репертуар, насыщенная гастрольная жизнь, коллектив неоднократно менялся. Какой он сегодня? Меня как руководителя устраивает, что дух в коллективе остается прежде всего человеческий и творческий. Хотелось бы еще больше работать с симфоническим оркестром. Ну, над этим мы тоже работаем. Дозвук все будет у нас в этом плане замечательным. К 40-летию сейчас готовится программа фестиваля «Кориадохорус», который мы как раз посвящаем нашему дню рождения. По инициативе коллектива были проведены крупные акции, многие из которых впоследствии стали традиционными. Например, фестиваль русской музыки «Покровская осень», рождественские, пасхальные концерты, хоровые соборы в дни славянской письменности, культуры, и всего не перечислишь. У вас какие самые любимые, самые дорогие сердца? Все? Вот, знаете, это как вот у родителей спрашивать, какой ребенок самый любимый. Каждый по-своему любимый. Сказать, что стихи, но вот возникали эти идеи, нет. Это жизнь сама диктовала. Поэтому мы же давным-давно начали и акции «День памяти и скорби», концерт-треками. «Покровская осень» посвящена была русской музыке изначально, потом в целом культуре. И такой фестиваль, как «Поющая школа», еще до возрождения Гергием, хорового общества России. Мы уже проводили эти «Поющие школы». Мы проверяли, а как школа поет, есть ли там хоры. Игорь Викторович, талант руководителя проверяется годами. Но всегда интересно узнать, с чего все начиналось. Каким вы пришли в камерный хор Новосибирской филармонии? И помните ли, о чем тогда мечталось? Ну, я продукт системы воспитания, образования советского периода. Поэтому у меня все шло, как у многих детей. Родители хотели, чтобы музыкой занимался, значит, музыкальную школу. Потом после музыкальной школы, что, вот, думай, либо в гуманитарный вуз, либо пойдешь дальше в училище, консерваторию. Стандартно я пошел по первому пути. Музыкальная школа, училище, консерватория, аспирантура. Я вот недавно, так сказать, вспоминал нашего удающегося маэстро в оперном театре Биндера. По сути, вот, с нашего театра и произошло то, чем и кем я стал. Потому что детские впечатления, они самые-самые важные. И то, что родители водили в оперный театр, по сути, каждое воскресенье. Вот это да. Да. Причем они у меня производственники были, никто из них музыкальный. Но мама, например, пошла в музыкальную вечернюю школу, чтобы понимать, от чего меня там учат. А я в дневной... Ну, на одном языке я говорю, потому что язык музыки, это же не просто там литература или бытовой разговор. Вот. Но спектакли, которые мы посещали, это все, по сути, были знаковые спектакли. Большинство из которых были достойны государственной премии. «Аладдин и волшебная лампа» — это просто фантастика. И Бухбиндер, как дирижер, заставил меня приходить домой, как многие дети, брать все кастрюли, все, что... Да вы что! Вот с этого музыкальная моя карьера началась. Ой, вот это да. Да. Ну, соседям было весело, но зато мне приятно. Вот так вот. А родители, я думаю, испытывали гордость, раз увидели... Да, они в это время уходили на улицу. Ну, все-таки в этих бренчаниях кто-то услышал, наверное, чувство ритма, музыкальный слух, раз родители настояли, чтобы вы были... Нет, ну, в музыкальной школе же это все проверяется. В музыке, да. Поэтому... А с удовольствием вы в музыкальную школу ходили? Или как и все дети с переменным успехом? Нет, я своим первым, так сказать, наставником благодарен, как говорится, по гроб жизни, потому что в музыкальной школе преподавал сольфеджио Иван Денисович Бобровский. Фронтовик с ампутированной рукой, в перчатке черной. Так вот, мне этого сольфеджио, знания и курса хватило аж до консерватории. Вот так преподавали. Ну, и то, что плеяда... Я на фортепианном деле учился, и замечательных педагогов, которые меня многому учили подбирать по слуху, песни, а потом думаю, ну, чему там тебя учат? Ну-ка, сыграем мне вот это вот. Домашний концерт? Да, конечно, потому что приходили гости, и им тоже хотелось свою песню под аккомпанемент, не просто так. Хотя в то время это же понятно было. Помимо пианино, дорогостоящей инструменты, везде были аккордеоны, гитары, балалаки, все это, мандолины. Вот оттуда и пошел мандолина, гитара и бас. Вы послушным были мальчишкой, или уже тогда лидерские качества и характер проявлялись? Ну, нет, я думаю, что я был просто обычный. Да? Потому что это верховодие там и так далее, это не то. Мне нравилось. Ну, во-первых, у меня, как учащегося в музыкальной школе, каждый раз на конкурсах в средней школе. Ага, вот Юдин у нас играет на пианино, он за пятой Б и так далее. Ну, как обычно. И за восьмой А. Да. Если кто-то спортом занимается, все, на спортивные соревнования. Да. Не, ну, жизнь была интересной, активной, всякие олимпиады, вот это все, нескончаемые. Еще какие-то варианты были возможны, могли бы реализоваться в другой сфере? Ну, мне сейчас трудно представить, потому что в своей сфере я не говорю об этом с гордостью, но меня с трудом приняли в музыкальное училище, с трудом в консерваторию, ну и так далее. То есть... Не верится. Ну, как-то так складывалось. Проверяли, проверяли, недопроверяли, на следующий год, типа, придете. Приходил, доказывал, все. Потому что, ну, кто-то сомневался вдруг, там, Юдин по блату, кто-то его там, не знает, дали, там, нет. Ответ был, ну, подождите, еще через годик придете. Ну, я не терял время, поэтому не приняли в консерваторию, поехал в Кемеровский институт культуры. Это меня тоже на целый год облаготило знаниями, с такими педагогами. Лукишка, с вокальной кафедрой. Нормально все. До сих пор живу с Кемерово просто душой и сердцем, потому что теперь выпускники, мои уже выпускники, консерваторские, они теперь преподают в качестве профессоров в институт культуры, где я делал свои первые шаги. Поддерживать общение? Конечно. Как? Пока вот была возможность встречаться, фестивалить, все города Сибири – это наши друзья, товарищи, коллеги. Сегодня сколько человек в Мавосибирской хоровой капелле? Поющего состава 45 активных, плюс приглашенных – это где-то 52. Это ведь ровно столько же отдельно взятых характеров, личностей, каких-то индивидуальных запросов. Как находится баланс? Баланс по-разному. Прежде всего, наш девиз – по-человечески и успевать. Если не будет человеческого контакта, творчества не будет никакого, потому что творчество в основном на доверии. А доверие, если ты и человек, как человек, доверяешь, то, как творчество, какое там доверие? Это будет чиновничий подход. Сказали – точка. Ну, точку. Но что ты здесь переживаешь, не волнуйся. А без этого нельзя. Это музыка. Это особый язык. О, Господи, О, Снеже, О, Снеже, О, Снеже, О, Снеже, О, Снеже, Но стремление попасть в коллектив, оно всегда вызывает вопросы. А зачем вам это надо? А чем вы владеете? Какие перспективы? Я, например, не расстраиваюсь, что приходят молодые, бывшие выпускники консерватории, училища, а через некоторое время их забирает какой-нибудь оперный театр, музыкальный театр, других городов. Не расстраивайтесь? Ну, это и есть понятие для меня распространения Новосибирской вокально-хоровой школы. О, как? Да. Те, кто начинал свою работу в камерном хоре, они сегодня в Америке, в Новой Зеландии. То есть, по крайней мере, они проводники нашей культуры, они консультируют русской музыки, они поют в хорах. Ну, вот такая география, в принципе, где только нашего брата нет. И все они новосибирцы. Это, наоборот, как-то даже горжусь. Они все остались в пределе в музыке, в хоровой музыке. Вот. Ну, это тоже особое искусство, видеть позитивное в разных поворотах судьбы. Тоже вот сейчас, в прошлом году, да и сейчас вот молодые ребята, особенно мужчины, баритоны, басы, где-то раз, то есть поработали, чего-то получили, и уже самостоятельно. Ну, пусть, ну, а как сказать, не пущать? Ну, за ними тоже стоит и семья, и карьера, и так далее. И, наоборот, они всегда с чувством благодарности вспоминают, приезжают. Что профессия в вас открыла, а от чего ради профессии пришлось отказаться? От чего? Вы знаете, Татьяна, я не могу сказать, что профессия меня заставляет от чего-то отказываться. Во-первых, профессия дает общение. А это самое дорогое, что есть в жизни – общаться с людьми, общаться с музыкой. А что этому способствует? Ну, вот, другое дело, что вот как раз не хватает общения с теми людьми, которые уходят. Это вот, наверное, я, может, и не ответил на ваш вопрос, но вот жизнь, то, как она поворачивает судьбы людей, вот это и есть отказ. То есть не от меня идущие, от чего я отказываюсь. Это вот судьба так диктует. Потому что, ну, мы только с тем Жарнолем Михайловичем на седьмой год, на восьмой, уже все до перспективы дошли, все разметили, как все замечательно. И вот от этого пришлось отказываться. Ну, только это не я отказываюсь, это жизнь. А сейчас единственное, о чем я мечтаю, вот, по отношению великого маэстро, чтобы в 24-м году провести, в связи со столетиями, приветствиями, провести международный открытый конкурс-фестиваль, дирижер. Думаю, что с подвижников я найду. Не только, так сказать, в организационном, финансовом плане, но даже среди музыкантов. Давайте покажем, что вы сегодня принесли с собой, потому что телезрителям тоже интересно. Сказали, что самое-самое ценное вы сегодня с собой взяли. Ну, это то, что, как говорится, на плаву было. Я взял книгу, одну из первых, которую написал Владимир Михайлович Калужский. Называется «Арнольд Кац. Дирижер и человек». А мне маэстро написал «Дорогому коллеге и другу Игоря Юдин на память». Конечно, это ценность. А еще фотографию принесли, тоже рассказываете. Когда сделано? В 99-м году, когда мы проводили Пушкинский фестиваль, 200-летие Пушкина. И Владимир Николаевич Минин приезжал с хором. Мы исполняли вместе Пушкинский венок с Веридова. В общем, незабываемые дни. И сейчас бы они приехали, так же, как и Борис Иландович Певзнер со своим коллективом. Но все эти передряги, связанные с пандемией и так далее, не позволяют нам это осуществить. Хотя на расстоянии мы общаемся, делимся планами, посмотрим, жизнь покажет. В принципе, хороший, кто-то тогда явись выкинул в воздух. Говорит, вот если бы мы занимались каждым своим делом профессионально, может быть, мы и лучше жили. Но только потом все как-то переначивается, и как по крылу, коль пироги начали точать сапожник и так далее. Каждый бы занимался своим делом, но профессионально. И все бы у нас было замечательно. У меня как раз сегодня был задуман вопрос насчет того, что вам помогает двигаться вперед и не отказываться от своих целей, от своей мечты. И вот практически сейчас вы ответили. Делать свое дело, не останавливаться, продолжать работать. И пока есть вы, мои коллеги. Все, по крайней мере, у нас все будет нормально. Сейчас я хочу предложить вам небольшой блиц. Это традиция нашей программы. Пятерка коротких вопросов. Задам их быстро. Отвечать нужно тоже коротко и быстро. Можете с юмором. Давайте попробуем. Итак, лучшее место на Земле для вас. Там, где родился и жил. Ваш главный недостаток? Порой сверхоткрытость. Посоветовать или промолчать? Что выбираете? Помолчать и посоветовать. Мудро. Хотели бы вы уметь читать мысли? Для этого умения не надо. Надо просто смотреть в глаза человеку. И, наконец, нужна ли романтика в современном мире? Всегда. Спасибо. Мы продолжаем. Вот на работе вы один, а дома другой? Знаете, это как-то нераздельно. О многом спрашиваете. Это нераздельно. Потому что шлейф с работы все равно приходит домой. Да. Если жена работает в этом же коллективе, это, ну, невозможно. Так сказать, вот так вот. Все, я дома. Нет. Все равно. Есть телефон, все равно начинают. То коллеги позвонят, то кто-то что-то напишет, то где-то еще из другой организации. А вот нельзя ли вот это? А нет у вас желания спрятаться и вот 8 часов, чтобы были только вашими? И сказать, я в доме. Да. Звоните утром, ближайшие 8 часов я отдыхаю. Редко бывает, когда приходится просто телефон выключить и все. Но это когда ты знаешь, что от тебя никто не зависит. А если есть какая-то зацепка, что кто-то в чем-то может позвонить, посоветоваться, встретиться, то, ну, телефон работает. А если телефон работает, средства связи есть, компьютер и так далее, то, ну, я не думаю, что вот вы, например, приходите, все, закрыта тема, я дома. А во-вторых, особенно у нас еще есть члены семьи пушистые, четырех лапы. Рассказывайте. Шпицы. Да вы что. Да. Так, еще прозвучало множественное число, сколько? Четверо. Четверо? И утро начинается с того, что вот тихонечко, тактично, подскуливание. Утро. И четыре пары глаз. Завод на завтрак или гулять? Гулять. Гулять? Гулять? Гулять, нет, они... Все по расписанию? Да. Вот, поэтому утро может начинаться в половине шестого, в шесть. Ну, это хорошо еще, когда весна-лето. Вот, вот, я тоже об этом подумала. А зимой это сложновато. Поэтому находим. Вот, это вот есть отключение, если так сказать, особых проблем нет на работе, вот эти безобразники пушистые. Почему одним не ограничились? Компания всегда веселей? Или это судьба так распорядилась? Судьба так. Да? Потому что один хорошо, два лучше. Ну, когда все как у людей. Один уходит, неусполнимый у тебя. Вот в чем, конечно, да. Домашние животные – это особая история, когда с ними приходится прощаться. Ну, и не мне рассказывать и доказывать, что жизнь детей, если она начинается в контакте с животным миром, он не может быть грубым, он не может быть незаботливым, потому что природа заставляет очеловечиваться. Кто ваша личная группа поддержки, вот услышали уже про супругу, кто вас принимает любым и всегда поддержку тоже готов дать? Близкие мне люди всегда, а в коллективе всегда с пониманием. Как любите проводить свободное время? Есть ли у вас хобби? Хобби, да. С детства это коллекционирование марок, монет, значков. И не столько с точки зрения ценности этих предметов, сколько познаваемости и сохранения того исторического наследия и знания об истории. Потому что будь то значки, как говорится, от пионерской, комсомольской жизни до современных знаков – это все познаваемо. Ну, так же, как и нумизматики. Ведь всегда с трепетом старинные монеты, какие-то суммы. У меня не столько материальная их стоимость, сколько познание мира. То же самое и в марке. Когда ты понимаешь, вот эта монетка, вот она сделана с таким вот изяществом, потом стали шлепать и так далее. Так и жизнь изменялась, когда отношение к своим материальным ценностям было несколько более высокотребовательным. И то, о чем мы говорим, масс-культура, когда штампуют все это, ну, как образец, и это тоже собираем. Неужели у вас еще и сохранились те, которые вы в детстве собирали, не растеряли? А музыку слушаете вне работы, просто для себя, если да, то какую, или музыки на работе хватает? Ну, недавно переслушал альбом Москова «Не осуждая меня Господь». Это, я считаю, очень серьезное сочинение. Подумаем с коллегами сейчас как раз по такой программе, где в песнях как раз история России последних двух десятилетий. Ну, там тема Афгана, «Голубые береты» прослушал. Композиция у них тоже очень серьезная, потерявшая совесть Родина. Это про афганский синдром. Ну, и заканчиваем нашими газмановскими офицерами и так далее. Очень страшно слушать классику «На ночь глядя». Да? Потом не можешь и ворочаться полночи. Это, когда это настоящее искусство, ну, Бачели, например, последние вот его концерты. Очень-очень прекрасно сделаны композиции, и дуэты, и трио разных исполнителей. Мне тоже иногда задают вопрос, как вы это? Да, и Пугачеву я слушал, и все. Потому что это просто не хочется выглядеть и походить на героев старой комедии, где один музыкальный деятель к другому говорит, «Антон Иванович, что ж это?» «Йоганн, Себастьян, Бах писал хораллы». «А это кто?» И музыкальный какой-нибудь смешной фрагмент из Баха. То есть опереточный в такого плана. Да-да-да. Потому что вот подобляться таким героям, если человек интересуется всем, что, по крайней мере, не должно проходить мимо, то на то я почему и высказал свои отношения и техно, диск и так далее, потому что там нет момента творчества. Потому что музыку писали профессиональные композиторы, профессиональные композиторы, поэты профессиональные. Один Энтин сколько песен написал по-видимски, до сих пор звучат. А Пахмутова, это вообще эпоха, это как Дунаевский. Сколько она песен. Поэтому все, не важно, музыкант, педагог. Он должен интересоваться всем. Интересоваться. Потому что без знания этого не будет знания жизни. Ну, сидишь в своем мире, да и все. Вот тебе кухня, вот тебе работа. Работа, кухня, все. Это не познание мира. Это так, ограничение себя, чтобы не создавать головную боль себе. Вот так вот. Спасибо. У меня завершающий вопрос. Счастливый ли человек, Игорь Юдин? Да. У меня семья, любимая, работа. Все то, что составляет понятие для меня жизни. Полноценное. Потому что я хочу и заниматься музыкой, я занимаюсь. Хочу и общаться, я общаюсь. Не хочу, сел в домик на день. Я считаю, что я счастливый человек. Если кто думает иначе... Ошибается. Спасибо вам большое. Спасибо за интересную беседу. Вы прекрасный собеседник. Спасибо. Желаю вам удачи, радости, крепкого здоровья. И пусть вдохновение и близкие всегда будут рядом. Спасибо большое. Это самое главное. Спасибо вам. Поэтому я счастлив. Субтитры подогнал «Симон»